Добрый день, дорогие читатели! 18 ноября 2022 года исполняется 95 лет со дня рождения знаменитого режиссера, сценариста, драматурга, поэта, актера Эльдара Александровича Рязанова. И сегодня мы с вами обратимся к книге режиссера, которая называется «Неподведенные итоги». Она вышла в 1995 году в издательстве «Вагриус» в Москве в серии «Мой 20-й век». В этой серии изданы воспоминания знаменитых людей 20-го столетия – режиссеров, артистов, научных и политических деятелей, музыкантов. В книге «Неподведенные итоги» Рязанова – 40 небольших глав с эпилогом. И начинается книга с того, что Эльдар Александрович рассуждает на тему «Почему юмор смерти?». Он приходит к выводу, что юмор связан с эпохой, так или иначе, и то, что было смешным 100 лет назад, сейчас нам может просто казаться непонятным. Поэтому он не рассчитывает, что через 100 лет или через 200 над его фильмами будут так же смеяться, как когда-то. Но уже сейчас, когда прошло 50, 60 лет, 40 лет, а фильмы Рязанова все еще так же популярны и актуальны, мы можем сказать, что юмор Эльдара Александровича нам очень даже по душе. Во второй главе режиссер нас знакомит со своей биографией, знакомит кратко и рассказывает, как же сложился его путь к кино. А путь этот был довольно необычный. Дело в том, что с самого детства Эльдар мечтал стать писателем, а для этого он решил, что нужно стать моряком, обвязать все дальние страны и записать свой опыт, тогда и родиться какое-то произведение. Но для того, чтобы стать моряком, нужно досрочно закончить школу. Он решил закончить ее экстерном и сдать 11 экзаменов. На подготовку к каждому экзамену отводился всего один день. Это было довольно сложно, но, тем не менее, Эльдар прошел почти все успешно. И только на 11 экзамене на химии, органическая химия была, которую он совсем не понимал, он просто не мог сказать ни одного слова на экзамене. И тогда учителя над ним жарились, потому что до этого у него были только четверки и пятерки, и поставили ему все-таки тройку. И вот экзамены сданы, и Эльдар отправил свои документы в мореходку в Одессу. Но на дворе был 1944 год, и, конечно, ответа оттуда не пришло. И тогда Рязанов решает вместе с своим другом за компанию поступить в Абгик на режиссерский факультет. А для этого нужно было сдать три экзамена. Первый экзамен рецензии на фильм, он получил тройку, потому что мало смотрел фильмов на тот-то момент, и, в общем, плохо формулировал свои мысли на эту тему. Но зато второй экзамен, отзыв на жалобную книгу Чехова, он получил пятерку, потому что нужно было создать три портрета тех людей, которые оставляли какие-то записи в этой жалобной книге. И вот выбрал три образа Рязанов и в разном стиле написал эти три образа в форме дневника, в форме рассказа от автора и в форме письма. И получил отлично за экзамен. А третий экзамен – собеседование. Самим знаменитым режиссером Козинцевым было собеседование, которое набирало свой курс. Ему задавали, Рязанову задавали много вопросов, конечно. Но какие-то вопросы он отвечал хорошо, какие-то нет. Нужно было сочинить рассказ, у которого было определенное окончание. Но Рязанов даже в какой-то момент подумал, что его не примут. Но все-таки приняли условно с угрозой отчисления, если были плохие отметки. Рязанов был самым молодым на курсе. И уже через два года, когда он уже прошел много испытаний, Козинцев опять ему напомнил – ты слишком молод для режиссуры, надо тебя отчислить. На что Рязанов сказал – почему же вы два года назад мне об этом не сказали? И Козинцев сказал – чёрт с тобой, учись дальше. Конечно, о мореходке Эльдар уже не мечтал. Он мечтал о режиссуре. И когда заканчивалась учеба, Козинцев ему посоветовал стать режиссером-документалистом. И пять лет после окончания учебы Рязанов колесил по стране, снимал документальные фильмы. Но в какой-то момент он понял, что документалистика слишком узкая и хотел попробовать себя в художественном кино. И так и получилось. Он снял свой первый фильм «Весенние голоса», который вышел на большой экран. И так начинается путь Эльдара Рязанова в большом кино. В третьей главе режиссёр делится секретами, как он вместе с Эмилием Брагинским сочинял сценарий. Оказывается, они собирались то на одной квартире, то на другой почти каждый день и вспоминали случаи из своей жизни, которые могли бы стать сценарием для фильма. Конечно, не каждый такой случай подходил, но вот один из них. Историю о том, как какой-то человек угонял частные машины у людей, живущих на нечестные, нетрудовые доходы, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома, мы оба слышали в разных городах. И в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. В каждом городе утверждали, что этот факт случился именно у них. И тут, наконец, мы поняли, что история вымышленная, что это, конечно, легенда, которая приняла обличие в самодельшнего случая. И так родился сценарий знаменитого фильма «Берегись автомобилем». Много глав в книге Рязанова посвящено артистам, с которыми Рязанов сотрудничал, плотно работал на многих своих фильмах. Например, Георгию Буркову, Игорю Ильинскому, Олегу Басиашвили, Лии Ахиджаковой, Алиси Фрейндлих, Владимиру Усоцкому и многим-многим другим. О каждом из актеров режиссер отзывается с большой любовью, с восхищением и каждому дает уникальную характеристику. Например, об Андрею Миронове Эльдар Александрович пишет так. На телевизионном экране элегантно двигался, легко танцевал, непринужденно пел актер, сознающий свою неотразимость, порой смахивающий на фата обаятельного Бон Вивана. Некоторые зрители отожисляли этот образ сущностью самого Миронова. А в жизни он требовал, пожалуй, полной противоположностью своему эстрадному персонажу. Он был застенчив, ненавиден в себе, недоволен собой, невероятно деликатен, раним и очень добр. А в «Андрее Мехкове» Рязанов отмечает очень важное качество. Он поразительный импровизатор. Когда он полностью влез в шкуру своего персонажа, то может в дубле выдать нечто неожиданное, но абсолютно соответствующее характеру, который играет. «Я очень люблю подобные отсебятины, когда они действительно импровизационны, незапланированы и спонтанны», пишет об Андрее Мехкове Эльдар Рязанов. А вот об Олеге Басилашвили можно тоже много чего интересного узнать из книги Рязанова «Неподведенные итоги». Например, то, что когда-то Олег Басилашвили весил больше ста килограмм, и только усилив боли он привел себя в порядок и стал, можно сказать, эталоном красоты. И однажды произошел еще такой забавный случай. На премьере фильма о бедном гусаре «Замалуете слово» Рязанов так восхищался талантом Басилашвили, что сказал Басилашвили на это. «Если ты так мною восхищаешься, то пиши расписку, что буду я сниматься в твоем каждом фильме». Ну, Рязанов, конечно, посмеялся, но на коленке тут же написал эту расписку. И когда Рязанов вместе с Брагинским сочиняли очередной сценарий, а это был фильм «Вокзал для двоих», то однажды он встретил Басилашвили в коридорах Мосфильма и сказал «Ну вот, сочиняю новый сценарий для фильма и, возможно, ты сыграешь в нем главную роль». Но что Басилашвили отвечал? «Что значит «возможно?» «Вообще-то в кармане у меня лежит твоя расписка, что я буду играть в твоем каждом фильме. Так что давай, зови, я готов». Ну, Рязанов тогда засмеялся и, конечно, пригласил Олега Басилашвили. И действительно, во многих фильмах, почти во всех рязановских Басилашвили впоследствии играл. Смеется, конечно, над этой ситуацией Рязанов и думает, что нельзя так оброметчиво давать какие-то обещания. Также в книге режиссер рассказывает о том, как создал свои самые знаменитые фильмы. Это и «Ирония судьбы», и «Служебный роман», и «Гараж», и «Берегись автомобиля», и «Жестокий романс» и многие-многие другие. Например, когда снималась «Ирония судьбы», то там был впервые задействован трёхкамерный метод съёмки. То есть сразу три камеры снимали сцену. Одна камера брала общий план, а две другие крупный план на актёра концентрировались. Конечно, так было намного проще снимать, потому что до этого нужно было несколько раз делать одну и ту же сцену, несколько дублей. Актёры выдыхались, часто не хватало эмоций, а здесь можно было делать всё сразу. Но, с другой стороны, актёры не могли халтурить. Они должны были всю сцену держать себе в руках. И свет оператор должен был выставлять так, чтобы на каждого актёра попадал хороший свет. Но, с другой стороны, этот трёхкамерный метод позволял сразу отсмотреть материал, снятый, потому что до этого приходилось проявлять на плёнку. Это всё занимало долгое время. Декорации к тому времени уже могли быть разобраны, актёры уехали на гастроли, и переснять сцену часто не было возможности. А здесь, при помощи трёхкамерного метода, всё стало возможным. То есть техника, конечно, ушла вперёд. Ещё в книге Рязанова мы можем прочитать фрагменты его дневника 1985-1995 годов. А заканчивается эта книга большим интервью Рязанова, которое он дал к столетию со дня появления кино. И в этом интервью режиссёр рассказывает, почему он так часто снимал комедии, а не какие-то другие жанры. Дело в том, что когда-то ему знаменитый режиссёр Пырьев посоветовал, ты лучше снимай комедии. Драм у нас достаточно. И все их снимают, а комедий действительно хороших очень мало. И сам Рязанов говорит, что у него не просто развлекательные комедии, они отличаются эстетической неординарностью и вмешательством в жизнь. И, конечно, режиссёр в этом интервью рассказывает, как же ему удавалось работать с такими замечательными актёрами. А в этом есть такой небольшой секрет. Вот что рассказывает сам режиссёр. Положим, актёр говорит до съёмки, я этот текст произносить не могу. Я ему верю. Он мой союзник, соратник, талантливый человек, наделённый чуткой интуицией. И он в образе чувствует его изнутри. Что ж, обязательно переделаю сцену, перепишу диалог, заменю, выброшу, вывернусь наизнанку, потому что речь не о капризах. Я, актёра, слуга абсолютный, но одновременно и хозяин. Вот это-то сочетание и устраивает актёров, потому что они знают, для них будет сделано всё. Сам Рязанов говорил, что иногда он делал замечания и оператору, и другим людям на площадке, но актёрам никогда. Потому что он сам их выбирал, и он за них отвечал, и он их уважал всегда, и любил, конечно. Ну, а завершается эта замечательная книга «Неподведённые итоги». Рассуждением Рязанова на тему современной истории России, истории XX века и о том, в какую тяжёлую эпоху мы сейчас живём. О том, что сейчас не до культуры, не до искусства. И музеи закрываются, и фильмов мало снимается. И, к сожалению, эти слова по-прежнему актуальны. Я их просто сейчас зачитаю. Так завершается книга Рязанова. Тревога за судьбу страны, неуверенность в будущем, беспокойство за себя и близких ранят сердце каждого. Наверное, отчаяние, повсеместная коррупция, а также взрыв преступности и распространение фашизма побуждают людей к бегству из страны, в эмиграцию, даже эвакуацию. Действительно, тяжёлые, мрачные, зыбкие времена. Но не все могут уехать из страны, да и не все, слава Богу, хотят. Находясь на краю бездны, надо, тем не менее, не опускать рук. Придаваться чувству безнадёжности бессмысленно, бесплодно. Надо сжать зубы, стиснуть кулаки, напрячься пружиной и отдать все силы Отечеству. Рязанов размышляет о том, что если каждый человек будет заниматься своим делом и делать его хорошо, то тогда наше Отечество будет успешным. И действительно сложно с ним не согласиться, несмотря на то, что книга была написана почти 30 лет назад, но она не потеряла своей актуальности и читается на одном дыхании. Рязанов пишет с большим юмором, с такими интересными моментами, необычными находками. И, конечно, эта книга будет интересна не только тем, кто любит фильмы Рязанова, но и всем, кто любит отечественный кинематограф, советский кинематограф, современное кино России. Так что я всем советую эту замечательную книгу. И в центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть еще несколько книг Эльдара Рязанова и драматургия, и поэзия, и воспоминания. Так что, пожалуйста, приходите к нам и читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова